Таблетки гипотиазид применяются для лечения артериальной гипертензии, используются как в монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными средствами. Применяются для лечения отечного синдрома различного генеза, хроническая сердечная недостаточность, нефротический синдром, предминструальный синдром, острый гламирулонефрит, хроническая почечная недостаточность, портальная гипертензия, лечение кортикостероидами. Таблетки применяются для контроля полиурии, преимущественно при нефрогенном несахарном диабете. Применяются для профилактики образования камней в мочеполовом тракте у предрасположенных пациентов, уменьшения гиперкальциурии. Как принимать курс приема и дозировка? Применяется внутрь, после еды. Дозировка должна быть подобрана индивидуально. При постоянном врачебном контроле устанавливается минимально эффективная доза. В связи с усиленной потерей ионов калия и магния в процессе лечения, возникает необходимость в замещении калия и магния. Взрослым в качестве антигипертензивного средства обычная начальная суточная доза составляет 25-50 мг однократно. В виде монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами. Некоторым больным достаточно начальной дозы в 12,5 мг, как в виде монотерапии, так и в комбинации. Необходимо применять минимально эффективную дозу, не превышающую 100 мг в сутки. Если гипотезид комбинируется с другими гипотензивными препаратами, может возникнуть необходимость снизить дозу другого препарата, с тем, чтобы предупредить чрезмерное снижение артериального давления. Гипотензивное действие проявляется в течение 3-4 дней, однако для достижения оптимального эффекта может потребоваться до 3-4 недель. После окончания лечения гипотензивный эффект сохраняется в течение 1 недели. Отечный синдром различного генеза. Обычной начальной дозой при лечении отеков является 25-100 мг препарата 1 раз в сутки или 1 раз в 2 дня. В зависимости от клинической реакции доза может быть снижена до 25-50 мг 1 раз в сутки или 1 раз в 2 дня. В некоторых тяжелых случаях в начале лечения могут потребоваться дозы до 200 мг в сутки. При предменструальном синдроме обычная доза составляет 25 мг в сутки и применяется в период от начала проявления симптомов до начала менструации. При нефрогенном несахарном диабете рекомендуется обычная суточная доза 50-150 мг в несколько приемов. Детям дозы должны устанавливаться исходя из массы тела ребенка. Обычные педиатрические суточные дозы от 1 до 2 мг на килограмм массы тела. Назначается 1 раз в сутки. Общая суточная доза для детей в возрасте от 3 до 12 лет 37,5-100 мг. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату или к другим сульфономидам. Анурия. Тяжелая почечная или печеночная недостаточность. Трудноконтролируемый сахарный диабет. Болезнь Эдисона. Рефракторная гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия. Детский возраст до 3 лет. С осторожностью применять при гипокалиемии, гипонатриемии, гиперкальциемии. У больных ишемической болезнью сердца, с циррозом печени, подагрой. У лиц пожилого возраста. У пациентов, страдающих непереносимостью лактозы при приеме сердечных гликозидов. Применение при беременности и кормлении грудью. Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер. Противопоказано использование препарата в первом триместре беременности. Во втором и третьем триместрах беременности препарат может назначаться только в случае острой необходимости. Когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка, существует опасность развития желтухи плода или новорожденного, тромбоцитопении и других последствий. Препарат проникает в материнское молоко, поэтому если применение препарата является абсолютно необходимым, то кормление грудью следует прекратить. Побочные действия Гипокалиемия, гипомагниемия, гиперкальциемия и гипохлоримический алкалоз Сухость во рту, жажда, нерегулярный ритм сердца, изменения в настроении или психике, судороги и боли в мышцах, тошнота, рвота, необычная усталость или слабость. Гипохлоримический алкалоз может вызывать печеночную энцефалопатию или печеночную кому. Гипонатриемия, спутанность сознания, конвульсии, литургия, замедление процесса мышления, усталость, возбудимость, мышечные судороги. Метаболические явления Гипергликемия, глюкозурия, гиперурекемия с развитием приступа подагры. Лечение этиазидами может снижать толерантность к глюкозе и латентно протекающий сахарный диабет может манифестировать. При применении высоких доз может повышаться уровень липидов в сыворотке крови. Со стороны желудочно-кишечного тракта Холецистит или панкреатит Холестатическая желтуха Диарея Сиалоденит Запор Анорексия Со стороны сердечно-сосудистой системы Аритмии Ортостатическая гипотензия Васкулит Со стороны нервной системы и органов чувств Головокружение Расплывчатое зрение Головная боль Престезии Со стороны органов коретворения Очень редко Лейкопения Агранолоцитоз Тромбоцитопения Гемолитическая анемия Апластическая анемия Реакции повышенной чувствительности Крапивница Пурпура Некротический васкулит Синдром Стивенса Джонсона Респираторный дистресс-синдром Фоточувствительность Анафилактические реакции Вплоть до шока Прочие явления Снижение потенции Нарушение почечной функции Интерстициальный нефрит Условия хранения И срок годности Хранить в защищенном от света И недоступном для детей месте При температуре от 15 до 25 градусов Срок годности 5 лет Из аптек отпускается по рецепту